МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, слава богу, стабильно. Я не понимаю. Стандартные манипуляции, препараты строго по графику, положительная динамика, ну, вот ничто не указывало на крещик. Серёж, травма позвоночника, отёк в сушевом ткани, но резкое движение. Любой стресс могли спровоцировать. Днём она ещё была стабильной. Да же какой шок надо испытать? Да ещё где? В клинике! Ой, хорошо, что я вас застала. Нужно заполнить документы по Насте Круппе. Нет, нет, я спешу. В смысле? Вы единственная родственница. Не родственница, я ей. Ошиблись вы. До свидания. Ты сыр с плесенью ешь? И испорченное не ем, и тебе не советую. Потом из туалета не вылезешь. А что там делаешь? Рисую, то есть и раскрашиваю. Раскраски — это хорошо. Я тоже в детстве любил. А у меня что есть? Рас... Вот. Молодец, хорошая девочка. Скелетиком платье нарисовала? Да. А мне её коллеги из Лондона подарили. Раскраску? Раритетную. Порисовала? Теперь давай спать. Вот сюда, ложись. Давай. Я без сказки не усну. Спи. Ты какие сказки знаешь? Я никакие. Ну вот. Понятно. Теперь не буду спать. Золотой ключик или приключение Буратино? Давным-давно в городе на берегу Средиземного моря... Я боюсь! Кого? Буратино? Ты что, серьёзно? Не смешно. Детские фобии — частые явления. Я перерасту. Это тебе мама сказала? Википедия. Там много было написано, но я не всё поняла. А другие книжки есть? Поищем. Да. Привет, Па, ты как? Угу, понял. Да нет, какие отношения? Повстречались неделю. Нет, она хорошая девочка. Ты же очень. Просто... Ну, по срокам совпадает, да. Нет, звонил, конечно. Телефон не отвечает. Ты не волнуйся, я... Я вернусь, и мы со всем разберёмся. Я перезвоню. У меня есть к тебе вопрос личного характера. Можно? Угу. Представь, что у тебя случился роман. Яркий, стремительный. Допустим. Ты бы оставила ребёнка. Что? Ну, ты бы оставила ребёнка от этого человека. Да. Ты меня серьёзно об этом спрашиваешь? Да. Нет, извините. Глупо вышло. Конечно, не оставила бы. Ну, а то ж какой дура надо быть. А я же не дура. Ты не дура. Доброе утро, сынок. Спрашивай, чем тебя. Ну, как добрались? А с голосом что? Ну, у тебя точно ничего не случилось? Хорошо. Всё, обнимаю тебя, сынок. Пока. Ну, как там наш лауреат международных конкурсов? Обижен. Я по голосу слышу. По-моему, ты себя накручиваешь. Ну, ребята, прилетели, посидели, отметили. Вот он и страдает. Андрюша перед концертом? Это исключено. Знаешь, а я съезжу к ним на квартиру. Уберу там. Мальчик виновится, ему будет приятно. Мальчику двадцать восемь лет. Ему семью свою пора. Вадя, отстань. Ну? Мне реабилитироваться надо. Я ребенка с днем рождения не поздравила. У меня комплекс родительской вины, рефлексии и незакрытые гештальты. Тут еще коктейль. Я ничего не понял, но сочувствую. В таком случае, конечно, что поезжаю. Спасибо. Я тебя люблю. Ну, ребят, ну, я тебя тоже очень люблю. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Так, сейчас завтракаем и едем ко мне на работу. Ты там тихонечко посидишь, потому что у меня сегодня трудный день. Я не поеду. В смысле? Не могу. Что значит не могу? Это работа, это не шутки. Я без косичек из дома не выйду. Исключенного я не умею плести косички. Косички. Да не вручь мне голову, у нас на работе с косичками вообще никто не ходит. Косички. У нас вообще косички запрещены. Косички. Я сказал нет. А я сказала да. Так, давай резинку. Заколку. Ну, вроде все. Готово. Ты манную кашу будешь? Только если без комочков. Хорошо, без комочков. Кстати, это тебе. Спасибо. А можно посмотреться в зеркало? Можно. Иди. Тебе с сахаром? Ну, вообще-то я не ем сахара. Иди сюда. Ого! Андрей, это вообще кто? Рит, да чего ты испугалась? Чего ты убежала? Так. Иди сюда. Давай, подожди меня здесь, хорошо? Сейчас я приду. Петя, кто же это был? И что это только что было? Это? Сюрприз для тебя. Что это за девочка? Дочка. Дочка Андрюша. Вот такой вот неожиданный сюрприз на 28-летие. То есть, у твоего сына есть дочь, а ты ничего не знал? А он, в принципе, тоже. Ее вчера просто перевели и оставили под дверью. В смысле, что за ерунда? Кажется, у нас молодой кошки жарят. Кто-то будет оттирать от плиты и все. Так же, давай, надень что-нибудь менее экстравагантное и приходи знакомиться. А было красиво. Старалась. Старалась. Красивое какое. Тебя не учили стучаться? Привет. Я Аля. Ну, привет. Я Маргарита Дмитриевна. Ты красивая. Спасибо. Но давай для начала поговорим о твоей маме. Где она? Кто она? Мама пропала. Я не знаю, где она. Гайль, доброе утро. Доброе утро, Сергей Олегович. Как наша пациентка? К сожалению, без изменений. Мы явно что-то выпускаем. Возможно, какая-то старая травма или порожденное заболевание. Ой, Гайль, когда придет ее родственница, да, пожалуйста, пригласите ее ко мне. Она не придет. Оказалось, она никакая не родственница и вообще странная женщина. Так, а ее еще кто-нибудь навещает? Нет, никто не навещает. И я звонила ей на домашнюю, никто не отвечает. Ей вообще нужны платные лекарства. Я не знаю, что делать. Ну, выпишите мне, пожалуйста, ее адрес. Буду что-то решать. Хорошо. Рита, а ты моего дедушке кто? Аль, закрой экран. Рита, моя девушка. Сядь, пожалуйста, ровненько и ешь. Невеста? То есть, когда вы поженитесь, Рита станет моей бабушкой? Нет. Но же на дедушке эта бабушка. Такая вот стремяжная, правда, жизнь. Какая, прости? Стремяжная. Так тетя Зоя из Хлебного говорит. Значит, послушай меня. Когда я говорю сидеть спокойно и есть, это значит, нужно сидеть спокойно и есть. Ясно? Второе. Я для тебя Андрей. Рита, Рита и никаких деда и баба. Понятно? А теперь марш в другую комнату, посиди там и займись чем-то менее разрушительным. Разрушительным. Эфиопия. Что-то я переборщил. Да все ты правильно сделал. Девочка явно разбалованная. Где вообще ее мама? Ты искал ее? Какая женщина может оставить своего ребенка на пороге у чужих людей? Ты не дедушка. Ты злой, как Кощей. И братьевный, как, как Буратино. Вот. Буратино? Она Буратино боится. Не спрашивай. Пойду к ней. Пойду к ней. Продолжение следует... Вадик, привет. Ты заберешь меня сегодня после лекции? Спасибо. Нет, ничего не случилось. Я надеюсь. Тетя Зоя говорит, врачи только жилы из всех нас тянут. Тянут это в реабилитационном центре, а у нас хирургия. Эти жилы сначала пришить нужно. Андрей Борисович, там министерский ждет. Поговорить хочет с утра здесь. Анночка, побудь с тетей Ритой. Андрей. Доброе утро, Андрей Борисович. Доброе утро. Привет. Здравствуйте. Это кто? Мучка Андрея, не спрашивай. Подарок на свадьбу? Детей нет, сразу внуки пошли. Лер. Ну я шучу. Вот не смешно. Вернется сын Андрея с гастролей, и проблема будет решена. Пока вот так. Я бабочку поймала. Ух ты. Выброси. Идем. Давай. Красивая бабочка. Давай. А игрушки здесь есть? Нет. А карандаши есть? Нет. А можно мне... Значит так. Вставай. Давай. Правила такие. Ты сидишь здесь и не издаешь ни звука. В противном случае я звоню в службу утилизации детей. Поняла? А что такое ути... утизация? Это когда маленьких, вредных девочек превращают в уток. Так не бывает. Да, еще как бывает. Да. Я поняла. Хорошо. Когда? До какого числа это нужно сделать? Хорошо. И что они сказали? Да. Все. Хорошо. Можно мне к вам? Сюда только врачам можно. А я врач будущий. У меня дедушка-врач Андрей Донин. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. На что жалуетесь? Вы знаете, уже ни на что не жалуюсь. Спасибо вашему дедушке. Если бы не он, я бы без ноги осталась. Ужас какой. Так-с. Я вырасту, тоже врачом буду. На врача восемь лет учиться надо. У меня мама врач. Я знаю. Уколы ставить, рентген. Ты даже слушаешь неправильно. Можно подумать, ты уколы умеешь ставить. Умею. Меня когда баротик болел, я ему ставил. Вот, смотри. Ну и что? А я прямо сейчас на врача учиться начну. Лучше тебя буду, вот увидишь. С вашей ногой все хорошо, я проверила. Правда? Спасибо, доктор. Вы здоровьете, я еще зайду. Спасибо. Зайдет она. Операция прошла успешно, пациент стабилен, показатели вновь. Господи, я благодарю вас. Моего сына спасли. Чем я могу вас обблагодарить? Я все что угодно сделаю. Хотите, угостите меня кофе. В смысле? В нашем кафетерии он, правда, дрянь, но сейчас меня вполне устроит. Конечно, конечно. Хорошо. Пойдемте, я вас проведу. Нудри Борисович. Тома, Тома Нудри Борисович. Спасибо вам. Я знаю, денег вы не берете, но вот. Обращайтесь в любое время с любыми вопросами. Министерство внутренних дел, директор департамента. Михаил Юрьевич, вы знаете, есть просьба. Нужно найти человека, женщину. Так. Лор. Медсестра. О! Привет! Я Петя! Рентген. Вау! Класс! А сейчас будем тебя отличить. Вай! Да, я буду у себя в кабинете. Андрюш! Ну что, как дела? Будет ходить наш легкоатлет? Вся клиника на ушах. И ходить, и бегать, и брать олимпийское золото. А ты знаешь, что ты у меня гений? И сидишь в этой заштатной клинике. А главное, все тянет с заменой. Может, поговоришь с ним еще раз? Поговорю, но позже. Теперь есть обстоятельства, которые волнуют меня гораздо больше Германии. Что ты имеешь в виду? Что, Альку? Кстати, где она? Слушай, да, пару минут назад здесь была, и я не знаю. Сколько раз я тебе говорила, что бегать по клинике нельзя. Почему я тебя еще по палатам, Саша? Ну, мама! Ой, что это у меня там? Так, стой здесь. Эй! Эй, эй, ты чего? Цела? Много еще кнопок успела нажать? Нет. Я только по-немножку поиграла. Я на врача. Я понимаю. Испугалась? Тебе что, никогда не говорили, что нельзя на все кнопки подряд нажимать? Говорили. Вот он. А это вообще нормально, что ребенок может попасть в рентген кабинет? Меня срочно в регистратуру вызвали. Я же не думала, что здесь. Так вот в следующий раз вас вызовут на дисциплинарную комиссию. Саша, брысь. Давайте просто радоваться тому, что все обошлось. Ребенок один без пересмотра шатается по клинике. А, то есть это я виновата? Так, девочки, давайте успокоимся. Это мой ребенок, внучка. У вас внучка есть, я не знала. Я тоже. Вы шутите так сейчас? Альчика, медведя, бери. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Андрей, что с тобой сегодня? Весь день как в воду опущенный. Андрюш, может приболел? У меня есть аптечка в номере, я с собой всегда ложу. Девочки, все хорошо, лекарства вон у нас хватает. Андрюша, браво. Такой успех нас хотят видеть на традиционном балу. Так, девочки, сейчас всем отдыхать, автобус ждет. Давайте, давайте, девчонки, заканчивайте, ну. Ой-ой-ой. А ну-ка, дай, дай профессионалу. Да, это я вам звоню. Уже не работает? А куда перевелась, не знаете? Не знаете. Ясно, спасибо, извините за беспокойство. Ну что, за успех, за успех. За успех. Ура! Андрей, это не ребенок, это сплошный хаос. Рит, я прекрасно помню, тема детей табу, но Аля есть, и она моя внучка. Поэтому, пожалуйста, набери стерпение. Какая внучка? Ты в этом уверен? Андрей, да у твоего сына на каждой гастролях новая Настя. И сколько таких Аля еще нам подкинут под дверь? Рит. Вы это едите? Можно я попробую? Конечно. Андрей, ты ведь понимаешь, что я права? Давай не сейчас. Ну, давай сделаем тест ДНК, и все встанет на свои места. Позже обсудим. Сейчас, давай просто спокойно поужинаем. Ешь. Рит, помоги мне. Здравствуйте, Андрей. Михаил беспокоит. Мы нашли адрес Анастасии Крупник. Отлично, Михаил. Записывайте, диктую. Простите, пожалуйста, а вы не знаете Анастасию Крупник? А что? Ну, я врач, она сейчас находится в больнице, а мы не можем ни с кем из ее родных связаться. Нет у нее никого. Родители давно умерли, мужа тоже нет. А что, совсем ни одного родственника? Ни одного. Ну, спасибо. Понятно. Так, это здесь. Да, прям, скажем, не самый лучший район для ребенка. Ну, как бы там ни было, теперь у этого ребенка все будет хорошо. Даже не верится, что сейчас мы увидим маму Али. Ну, на твоем бы месте я многого бы не ждала от этой встречи. Меньше надежд, меньше разочарования. Сонечка, просыпайся. Ты как? Все хорошо. Только руки рыбой пахнут. Вот, держи, вытрешь. И лицо. А то твоя мама подумает, что за тобой не ухаживали. Ну, что? На встречу к маме? Да. Пошли. Держи. Ну что, Аль, какой твой подъезд? Это не мой дом. Что значит, не твой? Посмотри внимательно. Точно не мой. Похоже, но не мой. Я же вижу. Черт, черт, черт. Ну, как же так? Ты уверен? Дом 25, квартира 12. Здесь живет Настя Крупник, и у нее есть дочка Аля. Ты не расстраивайся. Ну, че и я расстроюсь. Мы обязательно маму найдем. Обязательно. Конечно, найдем. Пойдем. Пойдем, деда. Садись. Уснула. Уснула. Не понимаю, как он мог так ошибиться? Я просил найти Настю Крупник, 25-30 лет. Один ребенок живет в нашем городе. Он нашел. Андрюш, а ты помнишь, как она в ресторане сказала, как в моем городе, только лучше? Ты хочешь сказать, шестилетний ребенок приехал сам в другой город? Ну, я просто цитирую ее слова. И про маму свою она ничего не говорит. Пропала, и все. Ладно, разберемся после конференции. Ты, кстати, ее на кого оставишь? Да не на кого. С нами поедем. Ну, мне кажется, это не очень удобно. Как насчет Кати? Она все-таки родная бабушка. Катя. Представляю себе ее реакцию. Снова ты свои проблемы сваливаешь на меня, Андрей. И почему ты молчал, и как Андрюша допустил. И это из-за тебя он такой. Он говорит, всех этих Катиных ей я просто больше не выдержу. Андрей, это серьезное мероприятие. Это иностранные делегации. Ребенку там не место. Да, это серьезное мероприятие. Да, это иностранные делегации. Ну, что? Да ничего. Ладно, ты устал, я устала. Выключи, пожалуйста, свет. Андрей, давай завтра поговорим. Поговорим завтра. Вы на меня не сильно злитесь за ресторан. Я вчера пришла спросить, но вы уже спали. Я ждала-ждала и сама уснула. Ты не виноват. Устрица это не детская еда. Тем, лучше тренироваться, косички плести. Лера, это просто какой-то кошмар. Я готова ее убить. Кого убить? Да девчонку эту. Представляешь, с нами в постели спит. А дальше что? Вместо меня? Этот еще ее на конференцию тащит. Да, а где мать? Расспросили? Да расспросишь ее. Вечно глаза на мукром месте. Мамочка пропала. Я бы, конечно, может, из нее что-то и вытрясла. Но разве Донин позволит? Выдумал, что она его внучка. Наследница. Хотя еще далеко не факт. Да черт с ней с этой матери. Есть братья, есть сестры, там, дядя, тетя. Ну, порасспрашивай. Лера, слушай, кольца нет. Как это нет? Оно же было, это кольцо. Ну да, в вещах у Андрея было кольцо. А теперь нет. Это плохо. А может, и хорошо. Может, он решил тебе на конференции сделать предложение. Это же очевидно. Он сам все устроил и с главным договорился. Ну, может быть. Ну, не подумала. Добрый день, коллеги. Как добрались? Все хорошо. Привет! Привет! Как тебя зовут? Алина. Ух ты, какой красивый дом. Мы в нем будем жить? Да, будете жить. Класс! Рита, смотри, цветочки. Коллеги, я рад вас приветствовать на нашей конференции. Проходите на рецепшн. Вас там обязательно разместят. Пожалуйста. Знаешь, я когда была маленькая, я часто ездила в деревню бабушки. У нее тоже там такие были цветочки. А у меня нету бабушек в деревне. И дедушек тоже нету. Ну, а братики, сестрички? Нету, кроме Пети. Петя? А кто такой Петя? Где живет? Вот он. Это мой Мишка. Вы с ним знакомы. Петю все любят. Только Маша один раз чуть не выбросила. Она вообще злая, как баба Эга из сказки. Маша, это тоже твоя игрушка? Нет, не игрушка. Это четка моя. Мария Степановна. Ага. А по маме или по папе? По маме. Она мамина сестра. А живет она где? Тоже в столице, как и вы. Угу. Ясно. Я с ней не дружу из-за Петя. Я к Андрею. Спасибо. Спасибо. Алло, Лер. Ну, ты гений. Оказывается, у девочки есть тетя. Да, я чуть позже тебе все напишу. Давай. Девочки, предлагаю оставить вещи в номере и в ресторан. Угу. Ой, а можно мне карточку? Сделал. Класс. А какая она интересная внутри. Ммм, вкусно. Только мама еще морковку сурет сверху. И для витаминов. Нужно их научить. Научи, малечка, научи. Рит, я понимаю, что для нас это больше формальность, но все-таки. Рит. Что это? Не нравится? Ты посмотри. Не понимаю. Простите меня. Не понимаю. Смысл простите. Я просто взяла поиграть. На немножко. Аля, верни. Я не могу. Я его дома у Андрея оставила. Господин Донин, извините. Здесь журналисты медицинского информационного портала хотят взять у вас интервью. Уделите им час вашего времени. Девочки, идите в номер. Позже все обсудим. Прости. Можно я доем? Нет, Руха. Вставай. В номер пошли. Так, я на конференцию, а ты останешься в номере. Я одна боюсь. Можно с тобой? Ты не одна, ты с Петей. Посидишь, подумаешь над своим поведением. Ничего страшного. Станет скучно, включи телевизор. Петя, мы совсем одни. Ну, молодец. Нет, я нет. Я сейчас донабит с еще важными иностранцами. Да, я в том платье, которое ты для меня выбрал. Ну, все, солнышко, я тебя целую. Пока. Привет. Вы можете позвать Андрею? А ты что, одна? Лита обиделась на меня и ушла. Мне страшно. Голова разбалилась. Ой, да ты вся горишь. Солнышко, скажи, я могу войти в номер? Да? Спасибо. Спасибо. Что случилось? У девочки поделась температура, но никого не было. Я вот тут купила всякого. Разбила, конечно. Ну, пожалуйста, не оставляйте ее одну. Ну, я поняла вас. Спасибо, Тань. Ну, я дальше сама? Ну, конечно. Что случилось? Андрюш, ты, ты не переживай. Просто немного поднялась температура. Не знаю, может, переволновалась переезд или это кольцо. Я сама не понимаю, что на меня тогда нашло. Ну, не переживай, уже все хорошо, мы справились. Спасибо тебе. Ты молодец и извини за эту ситуацию с кольцом. А где тетя Таня? Тетя Таня? Мне стало плохо. Риты не было. Тетя Таня купила лекарство и полечила меня. Ну, а сейчас лучше? Ложись. Андрюш, я отвлеклась на пару минут. Спасибо. Коллега, как насчет виски в конце тяжелого дня? В конце тяжелого? Легко. Из-за здоровья. Как, Аля? Лучше спасибо. И спасибо, что помогли. Я знаю, что вы из-за этого мероприятие пропустили. Ну, какое мероприятие? Ребенок заболел. Вы сегодня восхитительно выглядите. Спасибо. Если бы на работе вот так. Нет, в смысле, вы всегда прекрасно выглядите. Просто это, наверное, самый неуклюжий комплимент, который вам когда-либо делали. Нет, нет. Мне приятно. Я просто себя в этом всем как-то чувствую, как корова на льду. Мне в форме привычно. Ну, что вы, ну, какая корова? Скорее, знаю. Ланя. Все. На сегодня с комплиментами достаточно. Да, какая Ланя. А давайте перейдем на ты. Давай. Рита, можно мне водички? Нельзя водички. Не переживай. Он, наверное, тете Тане пошел спасибо сказать. Ты злишься на меня? Из-за колечка? Я же не наорочная. Я не злюсь. Помолчи, пожалуйста. Ну, не злись. Все. Я молчу. Молчу. Нет, ты точно не внучка Андрея. Ужасно воспитанно, вечно жалуешься, вещи чужие крадешь. Тебя никогда здесь не примут. Нет. Так и останешься подкидышем. А кто такой подкидыш? Это тот, кто никому не нужен. Спи. Спи. Так что сын вырос, можно сказать, без моего участия. Все благодаря бывшей жене. И танцы, и детство, и музыка. Все только Катиной заслуги. А теперь вот Аля, я понимаю, что абсолютно не понимаю, как себя с ней вести. Ну, мы все учимся. У меня, когда муж умер, тоже думал, что не справлюсь. Сашка очень его любил. Они много, много времени вместе проводили. И потом мы с сыном как-то вдруг, совершенно вдруг, остались одни. Но справились. И ты справишься. Знаешь, почему? Почему? Потому что ты хороший человек, и потому что тебе не все равно. Спасибо. Знаешь, я почему-то иначе тебя представлял. Жаль, что раньше вот так вот не общались. Я тоже приятно удивлена нашим новым знакомствам. Спокойной ночи, Андрей. Спокойной ночи, Таня. Спокойной ночи, Андрей. Спокойной ночи, Таня. Рита, Рита, проснись. Где ребенок? Спокойной ночи, Таня. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...